Мне 11 лет Ты учишься в школе? Я учусь в школе, занимаюсь английским, танцами, рисованием и провожу много времени в шитье китов Ты делаешь игрушки, несколько я видела Это звездочки, киты Расскажи подробнее про саму идею, почему именно киты Почему не что-нибудь другое? Это было такое спонтанное решение, именно киты Потому что просто мне они кажутся красивыми обитателями моря А звезды появились только недавно, и они дополняют китов Это идея именно шить игрушки на заказ Почему не просто пошить и подарить кому-нибудь из родных друзей? Почему не нам продавать? У меня в детстве было желание шить игрушки на ярмарке И это были маленькие лошадки Но потом это все переросло в такой маленький бизнес Мне помогаешь я, Наташа Чем занимаешься именно ты, и что идет в ее помощь? Переписываю с клиентами, потом подбираю ткань По их запросу вырезаю по именно детали И отдаю шве, чтобы она сшивала То есть вся основная работа твоя, ее только непосредственно сшить А ты планируешь сама когда-нибудь начать ее нашить на машинке? Да, этим летом я сейчас начну потихоньку, самые первые Кто вообще первым поддержал твою идею и наделал на заказ игрушки? Моя старшая сестра Маша Она меня поддерживала с самого начала Сейчас много людей занимаются именно хендмейдом Много людей продают И тяжело ли тебе конкурировать с более взрослыми китами? Пока что нет, потому что у меня именно китов очень мало ждет людей И в основном это в других странах И пока что нет конкуренции Перед тем, как создать игрушку, я захожу в инстаграм И смотрю по оттенкам своего инстаграма Какой кит хорошо бы вписался в оттенки Потом иду в магазин, покупаю ткань Прихожу в отелье К краю К краю выбираю, какого размера будет игрушка И... Отдаю швье, она сшивает все швы Я набиваю, зашиваю Если не надо, вышиваю глазки Фотографирую Выставляю... Пишу пост Выставляю в инстаграм и историю Все У тебя есть свои бирочки? Да, бирочки, наклейки, открытка Кладут внутрь аклейку Я придумала, но мне подсказали, ну, сестра Сестра Тяжело ли тебе, там, свой мини-бизнес, там, с учебой соединять, еще с кучей занятий, которыми ты занимаешься? Да, ну, уделяю в день примерно 2-3 часа, но очень сложно выбрать время, потому что весь день расписан А кто был твоим первым заказчиком? Она очень долго выбирала ткань И с ней было очень приятно общаться Да А что ты чувствовала, когда ты отшивала свою первую игрушку? О чем ты думала, не знаю Мне было приятно, что кто-то увидел то, чем я очень долго занималась В основном покупают своему маленькому младенцу, ребеночку Это большинство продаж Но иногда было два раза Покупал парень девушки И покупала бабушка внука Я бы хотела иметь свою шевью, и чтобы она изготовляла китов, и чтобы это было маленькое заведение, в котором шевья была бы, можно так сказать, чтобы видели, как она это делает Чтобы это была прозрачная комната в заведении У меня будет большой выбор, качественный материал, и это будет играть большую роль Я считаю, что если это мое дело, я не обязательно буду его делать сама Я хочу нанять потом несколько швей Ну, швей и тех, кто будет покупать ткань, ну, фотографировать А как сейчас, допустим, родители относятся к твоему бизнесу? Они поддерживают тебя или, наоборот, говорят, что лучше кто-то училась? Ну, они стараются поддерживать меня, но иногда я не успеваю из-за этого делать уроки, и тогда непосредственно ругают Сколько у тебя что-то времени на продумку идей, на все-все-все? Именно продавать я хотела очень давно, но это было таким... продавать типа близким, родственник, просто такое Потом мне захотелось чего-то более масштабного, и я постаралась Это было недолго, главное было все обдумать, придумать Я сама сделала логотип, придумала, как будет выглядеть упаковка, и потом все просто потихоньку пошло Я думаю, что найдется много людей, которые захотят поддержать творческих личностей Очень мало детей, и они, наверное, меня хотят поддержать И, ну, планирую с сентября, с учебного года очень много времени уделять шитью Многие люди думают, что я завершаю тену Я пытаюсь не лично каждому это донести, а в своих постах потихоньку Смысл того, что я это делаю сама, что это хорошая ткань, и что нужно время, потому что это хендмейд Самый запоминающийся заказ Он стал самым запоминающимся из-за отзывов Из-за очень приятных отзывов, которые мне потом писали Я сделала подарок этому заказчику Потому что он заказал много китов, и я сделала еще маленький нам подарок Вот, он, собственно, очень приятно, что этих китов он заказывал на подарок А маленький китеныш живет у его ребеночка И, типа, очень приятно Я думаю, что надо учиться и развиваться, и тогда все получится Если захотеть, все можно, но надо стараться Продолжение следует...